В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях вышедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовало, а может огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем май 2018-го. Торжественное шествие, георгиевские ленты, песни военных лет. В прошлом мае мы отмечали 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – особенный праздник для каждой семьи. Сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Традиционно в День Победы на площади Ленина проходит торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Ясное солнечное утро 9 мая, ровно 9 часов утра. По традиции, на площади Ленина собрались саровчане от мала до велика. Ветераны в орденах и медалях, пионеры в красных галстуках, школьники в парадной форме и с георгиевскими лентами. У всех в руках красные гвоздики, как символ памяти погибших в той страшной войне. Мы сегодня чтим тех, кто пережил войну, кто трудился в тылу, но не дожил до сегодняшних дней. Вечная слава и вечная память героям. В далеком 41-м добровольцами на фронт отправилось более 950 саровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. Имена жителей нашего города, которые отдали свою жизнь за великую победу, увековечены возле памятника «Вечный огонь». Когда близится день 9 мая, каждый советский человек, каждый российский человек вспоминает о тех потерях, о своих дедах, прадедах, отцах, всех тех, кто оставили свою жизнь в защиту нашей Родине. В завершение торжественного митинга ровным строевым шагом на центральную площадь вышли лучшие пионеры города, активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды». Впервые в этом году в параде принял участие конно-спортивный клуб «Саров». После чего саровчане увидели колонну ретро-техники военно-исторического общества 1945. Колонны войск, Росгвардии, работники силовых структур, общественные организации ветеранов внутренних войск, боевые братства, дети войны, труженики тылы, ну и, конечно же, ветераны. Колонны саровчан прошли по проспекту Ленина до мемориала «Вечный огонь», где возложили цветы в память о павших в Великой Отечественной войне. Люди, которые в прямом смысле слова считают каждую минуту и не понаслышке знают о ценности времени. Федеральная пожарная служба специальное управление номер 4 в прошлом году отметила юбилей со дня образования. Вот уже на протяжении 70 лет сотрудники пожарных частей одними из первых приходят на помощь горожанам и порой с риском для собственной жизни спасают других. В Сарове специальное управление образовалось 22 мая 1948 года, и с тех пор ее сотрудники 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, оберегают покой жителей нашего города. На празднование знаменательной даты пригласили не только действующих сотрудников, но и тех, кто стоял у истоков создания пожарной службы. Хочу выразить слова благодарности всем ветеранам. Спасибо вам за вашу работу. Именно благодаря вам за все эти годы удалось достигнуть высоких показателей и не допустить серьезных аварий и катастроф на храняемых объектах. Сотрудники Федеральной пожарной службы номер 4 не только оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, но и принимают активное участие в жизни города. Проводят профилактические работы со школьниками, становятся участниками различных мероприятий в сфере культуры и спорта. Поздравить коллектив с круглой датой пришли и первые лица города. Саров город мирового значения. Мы все достойны особых условий нашей жизни. И то, чем занимаетесь вы в профессиональном плане, конечно, основная, одна из основных и значимых частей этого нашего совместного дела. Поэтому мы все поздравляем вас с праздником, желаем вам профессиональных успехов и сухих рукавов. В честь празднования юбилея сотрудников специальных пожарных частей наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями за многолетний безупречный труд «Высокий профессионализм». Поздравили саровских спасателей и коллеги из других закрытых городов. В честь праздника огнеборцы подготовили подарок и для жителей нашего города – интерактивную выставку. Взрослые дети смогли поближе познакомиться с пожарной техникой, которая стоит на вооружении нашего города, и примерить на себя настоящую амуницию огнеборца. Традиционно в мае в Департаменте образования прошел торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В том году пятеро саровчан вошли в число победителей и призеров федерального этапа Олимпиады по математике, физике, русскому языку, экономике и географии. Кроме того, старшеклассники были награждены за успехи на региональном этапе Олимпиад. Ученик 15-го лицея Данила Гришин успел изучить множество литературы о великих географических открытиях и путешественниках. Эти знания позволили школьнику добиться заметных результатов в освоении курса по географии. В будущем Данила хочет связать свою жизнь с интересной и редкой профессией полярника и приумножить достижения российских ученых в экспедициях в Антарктиде. А пока школьник – призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Мне это дает уверенность в том, что я разбираюсь в этом предмете, потому что задания не из простых, а скорее наоборот, очень сложные. Конечно, это дает какое-то приятное чувство того, что не просто так я занимаюсь этим. И если есть результат, соответственно, есть и стимул заниматься этим дальше. Из года в год саровчане показывают достойные результаты в Олимпиадах по математике и физике, биологии, химии, русскому языку и литературе, экономике и географии. Залог успеха в освоении школьных предметов – это целеустремленность и тяга к знаниям, а также поддержка исследовательских и творческих начинаний со стороны родителей и педагогов. Наши дети еще признательны и очень благодарны взрослым за то, что мы для них делаем. И, наверное, именно это чувство позволяет нам быть гордыми, еще раз говорю, за наших детей, понимать, насколько много в них заложено талантов, возможностей и способностей. На торжественном приеме в Департаменте образования благодарственными письмами и подарками отметили директоров и учителей школ, активных участников родительских комитетов. «Будь готов! Всегда готов!» 19 мая этот девиз ежегодно раздается на торжественных линейках, где сотням детей впервые повязывают красные галстуки. В прошлом году по традиции День пионерии начался с рассвета на лыжной базе, а закончился программой «Здравствуй, друг!» на площади за Дворцом детского творчества. Ряды пионеров пополнили более 400 ребят из 14 детских и пионерских организаций города. В «Сияющих звездах» их ждет увлекательная и насыщенная различными событиями жизнь. Тот опыт, который вы получаете пионерских организаций, опыт общения, коммуникаций, совместных каких-то действий, мероприятий, организаций, проведения, он вам пригодится в жизни, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. В этом году пионерское движение отмечает свой 96-й день рождения и 27-летие празднуют «Сияющие звезды». Поздравить ребят пришли и те, кто стоял у истоков создания Союза детских организаций. «Мы ветераны пионерского движения всегда наблюдаем, как работают сейчас пионерские организации в нашем городе, какова их жизнь в школах. И мы отмечаем, что наши пионерские организации одни из самых лучших». Ну и какой праздник без подарков? На торжественной линейке памятные сувениры и дипломы вручили лучшим инструкторам этого учебного года. Свои награды получили также детские и пионерские организации, которые удостоились звания опорной дружины и победители смотра конкурса «Диагностика успеха-2018». После всех гостей вечера ждал праздничный концерт. В 2008 году в мае в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» была открыта городская художественная галерея. За это время на выставочной площадке прошло порядка 300 выставок современных мастеров изобразительного искусства, живопись, графика, художественная керамика и многое другое. Самые разнообразные выставки отечественных и зарубежных мастеров пользуются популярностью у любителей искусства нашего города. Зрители юбилейной ночи в художественной галерее встречают калаш из детских фотографий сотрудников главной выставочной площадки города. К десятилетию они готовились долго и основательно. И всё это для того, чтобы в очередной раз удивить зрителя и создать в галерее тёплую домашнюю атмосферу. И результат бессонных ночей, проведённых за монтажом новых экспозиций, налицо. Галерея – это не набор картин, развешанных по стенам. Художественная галерея – это атмосфера, это такой пульс и ритм, который здесь бьётся в каждом нашем сердечке. И надеемся, что зажигаются сердца тех, кто сюда приходит. Те, кто пришли в этот вечер в художественную галерею, смогли познакомиться с творческой командой московских художников-керамистов – Еленой Мач и Еленой Потаповой. Мастера представили выставку под названием «Цвет огня» центральными экспонатами которой стали керамические светильники. «Хотелось привезти в Саров, в такой необычный город, который овеян легендами. Необычные работы, интересные, которые, прежде всего, близки самому автору, самим нам близки. И, конечно, хотелось привезти такие ударные, красочные, чтобы представить в полной мере художественную керамику». На первом этаже расположилась четвёртая международная экспозиция в истории художественной галереи. Выставка под названием «Города и веси» принадлежит Перу нашей соотечественнице, а ныне жительнице Соединённых Штатов Елены Лихацкой. А для тех, кто только начинает своё знакомство с изобразительным искусством, работали творческие мастер-классы. «Галерея и для нас является вот таким магнитом, магнитом, который притягивает всё самое хорошее, красивое, умное, интеллигентное». В мае редакция канала «16» решила подарить саровчанам настоящий спортивный праздник. И первый в нашем городе турнир по боулингу прошёл на «Отличном». В состав шести заявившихся команд вошли саровские спортсмены, представители ядерного центра, городской лиги КВН, а также болельщики Нижегородского хоккейного клуба «Торпеда». О том, сколько было выбито страйков и кто набрал самое большое количество игровых баллов, расскажем в следующем репортаже. В турнире по боулингу приняли участие шесть команд. Некоторые даже пришли целой семьёй. В боулинг ребята из команды «Торпеда» играют по возможности. Чаще их можно встретить на трибунах ледовой арены. Для них хоккей – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому даже на турнир они пришли с шарфами любимого клуба. «Хоккейный клуб «Торпеда»! Вперёд! Вперёд! Вперёд!» Футболисты, программисты, физики, ядерщики. Попробовать свои силы в этом виде спорта пришли более 20 человек. Одними из самых шумных и весёлых оказались ребята из команды «Сочиняя мечты». «Мы квейщики. Мы борющие весёлых людей, которые веселят народ». Активно выбивали страйки и сотрудники ядерного центра. Для команды «Вымпел» это не первый подобный турнир. Но всё-таки к игре они подошли с большой ответственностью и даже тренировались в свободное время. «Мы все работаем в ВНФ и в КБ-2, поэтому «Вымпел». Ребята все с разных подразделений собрались, организовались, потокровались, играем». По итогам полуторачасового игрового марафона победителем первого турнира по боулингу на призы канала «16» стала команда «Вымпел». Ребята набрали более двух тысяч игровых баллов и заслуженно забрали кубок. Второе место досталось команде «Пловцы Сарова». Бронзу забрали участники команды «Икотный пионер». Несмотря на то, что победитель был только один, турнир вызвал бурю эмоций у всех его участников. «Всё отлично, всё просто супер. Нам очень понравилось. Мы готовы повторить, конечно». «Всё просто не хватило. Время быстро пролетело. Даже не заметили, как». Это был первый турнир по боулингу на призы канала «16», и он нашёл положительный отклик у саровчан. А это значит, что подобные соревнования могут стать доброй традицией. Спортивное событие «Май Атомиада-2018». На стадионе «Икар» прошла торжественная церемония закрытия спартакиады сотрудников предприятий атомной отрасли. Итогом соревнований стал триумф сборной Саровского ядерного центра, представители которого заняли первые места в командном зачёте по каждому из 11 видов спорта программы соревнований. Более 200 спортсменов и всего 4 дня, чтобы выявить самых сильных, быстрых и метких. Летняя спартакиада уже в 12 раз собрала на состязаниях спортсменов-любителей из 4 городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Нельзя говорить «бывшие профессиональные спортсмены», потому что они спортсмены, потому что многие из них и сегодня защищают честь города, но только уже в другой номинации ветераны спорта, да, и поэтому, в принципе, были хорошие спортивные результаты. Саров впервые принимал атомиаду. Чтобы достойно представить город, участники активно проводили тренировки, а организаторы готовили к приёму гостей спортивные объекты. Нам, как организаторам, всегда важно понять уровень, да, радует то, что судейский корпус безукоризненно, можно сказать, справился с поставленной задачей. Это говорит о том, что наши судьи работают профессионально, наши объекты спорта, конечно, они в хорошем состоянии. Самая многочисленная сборная спортсменов приехала из Москвы. 55 спортсменов соревновались в 10 из 11 дисциплин, ещё раз доказав, что спорт – это важная честь жизни любого человека. К тому же, это возможность в очередной раз проверить себя на прочность и поделиться опытом. В принципе, мы достигли того результата, который ожидали. Стали призёрами во многих видах, где-то чемпионами. Организация достаточно на хорошем уровне. Таким нам запомнился май ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2018-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах, в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, какими были летние месяцы 2018-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Субтитры создавал DimaTorzok